Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас очередной опрос и в этот раз мы попытаемся выяснить у стримеров, а на что можно потратить 500-ка доната, играя с нуля. Если говорить про моё мнение, то я бы не стал тратить эти деньги сразу, даже если у вас есть такая возможность. Эта игра устроена так, что сейчас большинство вещей выгоднее всего достать в определенные акции. И растянув свой донат на полгода, вы явно сможете экипироваться лучше, нежели попробуете закупиться сразу. Да и на рынке цены тоже весьма изменчивы. Так что основной мой совет, не спешите. Линейдж это не спринт, и тут нужно выстраивать долгосрочную стратегию. А вот что думают другие стримеры, вы узнаете прямо сейчас. На что потратить 500 тысяч доната, играя с нуля в Линейдж 2 Мейн? Предполагается, что при такой сумме доната человек хочет много, сразу и побыстрее. А значит ему понадобится покупка прокачки как минимум на один месяц, в идеале месяца на два, чтобы получить уровень ближе к среднему уровню по серверу, либо даже чуть выше среднего. В зависимости, конечно же, от сервера. Далее ему понадобится пушка дракона, хотя бы средненькая. Что значит средненькая? Это легко понять. Заходите в торговлю, подходя к управляющему торговли. И в разделе оружия просто упорядочиваете по цене. Если это старые сервера типа Элькардии, то там видно, что у нас за пушки в ассортименте. И что будет являться средней. Ну, например, второго уровня пушка на Элькардии, если мне не изменяет память, в районе 55 тысяч плюс-минус 5 тысяч рублей за донат, если переводить стоимость адены в монеты и монеты в рубли. Что касается доспехов, то вполне хватит на приличные доспехи R110. И далее понадобится, конечно же, радужная диадема. Пояс, плащик, хотя плащик можно взять из-за иллюзорной очки бесплатно. Маска, татуировки, бижутерия и, конечно же, камни, конечно же, большие агатионы, конечно же, артефакты. И плюсом ко всему в пушку эссану, скорее всего, в пушке в готовой они уже будут. Это кристаллы души. Кристаллы души в каждую бижутерию, каждую сережку, колечко, жерелье. И во все это эффекты зачарований. Да, все это, на самом деле, список огромный. Но что конкретно мы получим? Я думаю, что, по моему ощущению, мы получим средний уровень на сервере, средние позиции и среднего по мощности персонажа, чтобы тягаться, в принципе, со всеми. Если повезет и сложится максимально удачного обстоятельства с прохождением скиллов, критами и т.д. Ой, не, я, пожалуй, пасану эту историю. 500к слишком огромный. Слишком огромный рейндж доната, чтобы расписывать, что и куда, и как. Это слишком зависит от того, на каком сервере играешь, на каком классе хочешь играть. Очень много от чего зависит. От акций зависит, которые стоят. От всего. От рынка, от цен на рынке. Слишком много факторов, которые надо учесть, чтобы нормально расписать. У нас таких цен нет. Мы знаем, куда потратить 6-750 на Еве, могу сказать. Купайте Еву пасы. Играйте на Чилина Расслабоне. Если есть варик, расскажите, как 500к заработать для начала. Тут два варианта. Можно часть этих денег потратить на то, чтобы тебя качали. На то, чтобы тебя качали, а часть денег на буст. Либо можно все в буст и качаться самому. Два варианта развития событий, мне кажется. Но 500к прям сходу тратить вообще не нужно. Потому что акции постоянно меняются. От акции к акции очень часто дешевеют какие-то предметы. Поэтому я бы начинал спокойненько. Взял бы там, ну не знаю, даже не наборы почета там. Но можно их взять. Вот. И постепенно просто смотреть, что. Ну, типа берешь самые основные предметы. Можно какой-то сет взять. Радужку. Там второй пояс. Вот что там недорого. Вот. Всякие там книжки, браслеты. Но вот самое-самое-самое необходимое потихонечку подкупать. И постоянно следить за рынком. Куда потратить 500 тысяч рублей? На эту тему можно долго рассуждать. Я расскажу про два кардинально разных подхода. Первый подход это когда ты хочешь поиграть здесь и сейчас. Второй подход это фарм на перспективу. Либо просто фарм. То есть в первом случае ты заливаешь деньги не только в шмот, но и во внутрянку. Внутрянка это то, что ты отдаешь, как бы хоронишь с персонажем. Это коллекции, это забытые скиллы, это реликвии. Ну, в каком-то мере понятно, что этот бюджет много не сделаешь. Это все, что остается у тебя на персонажа и не передается. Второй подход это подход уже на перспективу под фарм. Ты не вкладываешься в непередавайку. Ты покупаешь с запасом буст конкретно для фарма, перекидываешь его на чара. И если тебе в какой-то момент класс не понравился, ты можешь свапнуть весь свой буст и поменяться. Либо попутно, вот если у тебя прямо здесь и сейчас есть такие бюджеты, ты можешь просто на нем подфармить. А другого персонажа начать одевать и начать там бустить внутрянку. И в какой-то момент просто перекинуть все туда и сделать себе крепкого персонажа. Потому что сильные персонажи, они всегда идут вместе с внутрянкой. Мы можем наблюдать огромное количество людей, которые заходят в игру, тратят все средства, грубо говоря, только на вещи, без внутренности. Ну, откровенно говоря, чтобы потом возможно было распродаться безболезненно. Но без внутренностей, без той самой непередавайки сильного чара ни в коем случае не сделать. Поэтому вы выбираете для себя подход и уже от этого нужно отталкиваться. Вообще можно очень хорошую собрать передавайку. То есть ты собираешь фулл десятые итемы, десятый предельный сет. Покупаешь пвпшный плащ или профильный плащ, который тебе нужен. Седьмую пвп сияние или пве сияние, в зависимости от твоей. Тебе этого всего хватит. То есть 135 тысяч изначально тратишь на забытые скиллы. Если ты там все разом хочешь проучить. Их просто не проучить не получится. Покупаем десятый сет. Седьмое сияние, десятый итемы. Вот эти все радужки, рубашки, книжки. Артефакты это еще полтора трюля. Сет камней это еще... 3,6. Ну, даже меньше, 3. Комплект хорошей бежи, например. Ну, вот, например, как у меня. То есть комплект драконов и падший, и обычный ангел. И у тебя еще сверху останется на талисманы. Талисманы вообще, кстати, можно собрать достаточно бюджетно. А гатионы сейчас тоже очень сильно сели в цене. И ты остаток еще трюлей 6, 5,6 у тебя. То есть мало того, что ты закрываешь себе всю передавайку. У тебя еще останется триллионов 5,6 на закрытие коллекций. А это до хера. Потому что коллекции прям бустят крепко. То есть коллекции, заполненные на 30%, на самом деле, это триллиона 2. 2,5. То есть на 5,6 можно забустить коллекции, процентов коллекции 40-50. И ты будешь прям жирнючий. Там просто почему очень многие говорят, что, например, ну, что сейчас там топ персы. топ персы, это супер дорого, это там 10 миллионов и так далее. Потому что разница, то есть ты до крепкого медла можешь условно сделаться там за 2, да, ляма. Там прям очень крепкого. Хорошего, хорошего пве чара. Прям крепкого пве чара, который может все реально сделать за 500 тысяч. А дальше просто цена растет несоразмерно. То есть ты очень-очень дорогая, у тебя шаг очень дорогой. За очень маленькое количество прироста у тебя очень большой шаг в деньгах. Поэтому за 500 тысяч можно сделать очень крепкого пвешника. Очень крепкого. А за 2 миллиона ты сделаешь крепкого еще и пве медла, и пвп медла. А дальше это уже, ну, это космос, это киборги, это их там, я не знаю, на все серваки штук 20, если соберется, то... Бюджет вообще не маленький, однозначно вторая пушка. Пред топовые са, там, да, 8-9 шиллинг и мои кайны. Все пятые браслеты, радужки, рубашки, вот это вся вот... Чоп, как сказать, обмундирование. 10-й пве эссет. Наверное, за такие деньги как минимум 30-е скиллы 2. Это минималка. 10-е арты, желтые. 4-е сияние минимум. Ну, там, 3-й пояс. Плач, наверное, сейчас иллюзорки невыгодно. Арты 10-е седьмые. И вот, в принципе, ну, большие камни, разумеется, я не знаю, просто, насколько это сильно в монетах или там в Адене. Там, скорее всего, либо большие пятые, либо исключительные даже, может быть, улучшенные агатионы. Ну, и, понятное дело, там улучшенная сайха, браслеты, талики эпические, там, вот это вот все, бенир там. Вот приблизительно такое собираешь, и ты уже можешь все. Так, ну, для начала 500-ка рублей это где-то 7,5 трюлей Адены, либо 7500 лярдов Адены. Третью пушку дракона рассматривать не буду, потому что сразу сожрет половину бюджета. Эффективнее будет взять проклятую, особенно если начать играть за Мак-класс. Так, ну, дальше по списку. Проклятая пушка, 600 лярдов. Забытые умения, плюс 3 улучшенных камня рун, это где-то 1800 лярдов. Набор атакующих артов, где-то 1500 лярдов. Пве или по Пве сет, 150 лярдов. Плюс 10-ую шапочку, сейчас можно взять где-то за 550. Седьмое сияние 1300 лярдов, комплекта гатиончиков, это в районе 300 лярдов. Комплект исключительных камней, ну, еще больших надо добавить, в районе 600 лярдов. Комплект средники бежи, плюс таликов минимальных где-то, ну, 400 лярдов. Десятый плащик можно взять, там, в районе 300, они продаются. Ну, и поскольку цены тут я округлил в большую сторону, на сдачу можно взять всякие рубашки, браслеты, СА и татушки. А если все это делать самому, скупая на жопки итемы для крафта, для создания уже основных итемов, на акции, то выйдет, наверное, процентов на 20-25 дешевле. Смотри, первым делом я бы выучил забытки, обязательно забытки. Восьмое благое кольцо ангела, третью бежу дракона бы сделал. Взял бы себе... Позакрывал бы коллекцию на атрибут. Взял бы себе десятый сет, ПВЕшный. Фулл комплект талисманов бы взял, отложил бы на талике кары, аденку, чтобы была всегда. Вот. Купил бы большие камни, не обязательно сразу пятые, можно просто купить третье хотя бы для начала. И плюс третье, котенчики бы все купил. Ну, я думаю, еще бы осталось после того, что я сказал 1500, 400, наверное, бы осталось еще, если мы про рубли говорим. То дальше усиливал бы остальные все слоты, вот и все. Сложно сказать, вот честно, и я боюсь наговорить что-то неправильного. Не знаю, я бы, наверное, ну, как смотрел. Я делал бы то, что дает урон максимально, да. То есть там, я не знаю, максимально там датуировки, там, бежа, да, дракона. Рубахи, диадемы, ЛС в них, сет ПВЕшный, забытки бы закрыл 100%. Крамни сделал бы исключительные, но не все, да, хотя бы там некоторые. Там, кошачий, сапфир, опал. Потом что? Агатионы улучшенные, да, там, сделал бы. Повыше там, может, не знаю, плюс пятые. Просто я на 500К не бустился, сложно, да, так сказать. Артефакты бы сделал бы, конечно, 100%, все десятые. В общем, я не знаю, ну, хватило бы. Ну, пуху, пуху бы, конечно, взял. Ну, опять же, пуха дракона, сколько она там стоит на старых серваках, не знаю. Ну, так, все, что максимально урон. Забытки, естественно. Пуху. Напоследок. Да. Ну, и ЛС, естественно, во все. Ну, блин, 500К просто это очень большая сумма. То есть я думаю, что такая сумма для старта не нужна. Есть, конечно, вот эти вот ребята, которые говорят, что чтобы играть нужно 200 тысяч. Как по мне, чтобы начать играть, нужно как минимум купить премиум аккаунт и пару стартовых наборов, и этого достаточно. То есть не нужно думать об этой сумме. А потом уже поиграя какой-то месяц, можно уже думать, куда тратить в буст, там, крутить лутбоксы и так далее. Исходя из акций, цены на предметы меняются, поэтому я не знаю, кто вообще... Привет, Миш, кто вообще о таких суммах вот это вот 500К на старт? Ну, я не знаю таких людей. Ну, я, конечно, знаю людей, которые могут потратить, но, типа, зачем? То есть я думаю, что для 97% вот просто пятерку взял, заточил себе 21 палку, 10 сет, взял себе премиум, все, пошел играть, знакомиться с игрой. А дальше ты уже поймешь, нужно тебе вообще тратить в нее или нет. Слушай, ну, мне кажется, 500 тысяч донатить в игру с нуля, играя на мэне, это... Ну, я не знаю, таким надо быть, потому что, в принципе, играется комфортно со стартом там 5 тысяч. То есть вот 5 тысяч это окей. Это купить премиум аккаунт, набор почета и сидеть разбираться в игре. Потому что если ты совсем новичок и залетаешь с нуля, скорее всего из 500 тысяч ты не сделаешь вообще ничего. А другой какой-то опытный игрок, который закинет 5 тысяч и проиграет год, он сделает больше даже, чем ты, закинув полмиллиона. Вот это такое вот у меня мнение. Поэтому я бы столько не закидывал на мэйн вообще, в принципе, даже в течение там первых двух-трех месяцев суммарно. Вот, мне кажется, это бессмысленная трата денег. Во-первых, зависит от класса, конечно же. Во-вторых, вообще в целом формула, как правильно бустить персонажа в начале игры, в середине игры, в конце игры, очень простая. Ты изучаешь все модификаторы урона и дефа и, естественно, тратишь адену таким образом, что ты покупаешь вещь, которая сначала за минимальную цену дает максимальное количество того самого модификатора урона или дефа, который ты хочешь приобрести. Если расписывать, что именно нужно купить, это очень все индивидуально. У ножей одно, у магов другое, у суммонеров другое, у танков другое. Скинь мне, брат, я помогу, честное слово. Но она просто ведет, потому что он потом видосы записывает с нарезками нашими, поэтому он для этого спрашивает. В целом, просто нужно понять вот эту вот систему, которую я назвал в своем видео лестница. Когда ты сначала вкладываешь минимум, получаешь максимум, и чем выше ты идешь, тем, наоборот, меняется ситуация, да, меняется структура. Ты, наоборот, вкладываешь много, получаешь минимум. Поэтому на старте все очень просто, всего лишь нужно изучить модификаторы урона или дефа, которые ты хочешь разогнать. Вот такой выпуск получился, и я очень рад тому, что мнения о донате вышли весьма разные. Но главный вывод все же будет таким. Играйте так, как вам нравится, но распоряжайтесь ресурсами с умом. Обязательно пишите в комментариях, на что бы вы потратили 500-ка доната. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом все, всем спасибо за просмотр, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok